Эта змея никогда не выходит из моря на сушу. В воде эта змея очень маневрена. Она отличный пловец, способный легко двигаться как назад, так и вперед. Рада вас приветствовать на моем канале. Берите вкусняшки и мы начинаем! Двухцветная пеламида обладает наиболее широким ареалом из всех морских змей и распространена от восточного побережья Африки по Индийскому и Тихому океанам до западных берегов Америки в 300-километровой зоне от берега. Также она появлялась в российских территориальных водах – залив Пассиета и бухта Сявучья в периоды потепления морской воды. От всех наземных змей пеламида хорошо отличается формой и окраской тела, а от морских крайтов – расположением ноздрей и носовых щитков. Двухцветная пеламида редко превышает метровой отметки. Обычная длина ее туловища 60-80 см, хвоста 8-9 см. Самке немного крупнее. Она имеет сильно уплощенное с боков, так называемое ремневидное тело и тупо закругленный веслообразный плоский и короткий хвост. Форма головы напоминает утиный клюв. Окраска двухцветной пеламиды чрезвычайно изменчива. Наиболее широко распространен верх головы и спины черные или темно-коричневые. Широкая черная полоса проходит по спине, превращаясь в соединенные тонкой полоской ромбовидно-кленовидные пятна, которые на хвосте приобретают округлые очертания, отделяясь друг от друга. Бока, живот и основной фон хвоста ярко-желтые, кремовые или коричнево-желтые. Яркую окраску двухцветной пеламиды принято считать предупреждающей или отпугивающей. Характерной особенностью вида являются мелкие, нерасширенные брюшные щитки. Их насчитывается от 264 до 406. Находясь в засаде, пеламиды охотятся на крупных рыб, убивая их ядом. Яд этих змей обладает нейротоксичным действием. Летальная доза очень мала – 130 мг на килограмм веса жертвы. Яд может быть смертелен для людей, но обычная пеламида при встрече с человеком ведет себя не агрессивно и не кусает. От врагов ее защищает секрет пахучих анальных желез, который непроизвольно выбрасывается из удлиненного мешка. Линяют двухцветные пеламиды, стягивая с себя участки линной кожи в процессе трения частей тела друг от друга, как бы завязываясь туловищем в узел. Двухцветная пеламида – живородящий вид. Самки рождают детенышей в воде, не выходя на берег и не заходя в устье рек, как делают некоторые другие морские змеи. С марта по октябрь в зависимости от широты обитания появляется 3-4, в редких случаях до 8 детенышей. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Берегите природу и всем пока!